И вот здесь укол делается не ножом, а вот такой иглой, вот она игла разовая, и на глубину где-то вот так, вот так, и важно снайперски попасть, потому что попасть нужно в точку величиной там несколько миллиметров, если промазал, то все, результата не будет. Раньше у меня меньше был процент, сейчас практически 90-90. Вот вчера мы с тобой делали, да? И вот делали вот в эту область. Ничего не вышло. Ничего не вышло. Я была уверена, что выйдет. Поняла, да? А в то место, которое я делал вчера, вот здесь, сразу же вышло. Вот оно. Огромный кусок. Огромный кусок. И следующее, сразу же сегодня легкость, потому что у Насти пятка болела. Тяжело было на пятку наступать? Довольно пятка болела, да. Как сегодня? Прекрасно. Сейчас будет еще лучше. А сейчас будет еще лучше, потому что... Который меня преследует лет 30, наверное. 30 лет. 30 лет назад ей сюда, в автобусе наступила женщина каблуком. Там что-то хрустнуло. Там что-то хрустнуло, и вот с тех пор у нее боли и боли очень долго. И вот прошло 30 лет, и через 30 лет мы справляемся. Здесь прошли все отеки. Вон, ни отеков, ничего нет. Вон, мышцы. Я надавливаю. Вот даже пастозности нет. Пастозность, это когда нажимаешь. Отек, это когда видно отек. Пастозность, раз, проводишь ровно все. Вот, хорошо. Вот, и сейчас мы выдавливаем. Потому что некоторые говорят, что это хиджама. Хиджама делается поверхностно, идет капиллярная кровь. А здесь идет больше метод, ну, будем говорить так, больше от метода travel, где глубокие уколы, точные уколы. На глубину до полутора сантиметров. Точно попадаешь и выдавливаешь из вот этих жил, жила. Вот, короче говоря, жила напряглась. Выдавить ее. Смотри, раньше здесь был отек, сейчас вообще ничего нет. Вот оно. Нужно очень точно только чувствовать, где выдавливать. И выдавливаешь как из губки. Поэтому даже пиявки, я занимался пиявками, так не могут сделать. То есть они только местно делают. То есть практически мышцы, фасции, нервы, и все покрыты оболочкой. И вот внутри этой оболочке, как внутри шланга, все напряженное, густое. Поэтому я занимался кадахи джамой. Да, есть результаты, но они намного меньше, чем от того, что я делаю. И даже здесь делается, вот видите, делается, где у меня игла. Ну, потом посмотрим, что я убрал. То есть укол делается иглой, разовой иглой. Вот, и потихоньку набирается. Вот она густая, темная кровь. Вот здесь скрываем стильный бинт. И вот здесь уже точно есть результат. И вот теперь смотрите, что будет. Огромная, боже мой. Боже мой, как она огромная. И не падает. И не падает. А если такой стоит, значит кровь не течет. И кровь не течет. Не в сосудах. В сосудах она немножко течет, но не течет по жилам. Как она на роде лет, и в жилах кровь стынет. Кровь стоит. Такая огромная. О, она какая. Ой, мама. Это кусок печени. Вот так. Сейчас спит. Потрясающий результат. И сразу же, как только освобождается кровь, значит все, уходит плотина. Вот сейчас тоже важно это размять опять. О, мягенько как стало. И буквально через день, через два уходят вот эти боли от уколов, а результат начинает нарастать. И подвигай ножкой. Ну, какие ощущения? Вообще. Она у меня отличается, вот что левая, что правая, вторая, что левая. Левая должна быть легче, она вытяни правую. Тоже попробуй. Ты посмотри, у тебя палец этот, и дальше. Такого не было никогда. Такого не было никогда. Никогда. Я этого не помню, ощущения. Уже десяток лет я не помню этих ощущений. Видишь как? Настюха, я же тебе сказал, что это надо будет лучше. А ощущения? Ощущение легкости, и то, что все вот эти пальчики, вот, разли вот, ну, правый, да? Я сейчас так же могу делать левый, и мне там, вот в этой штуке ничего. Вот. Вот. Здравствуйте всем. Вот. Супер.